Родион Дубина Закон третий. На каждого охотника найдется свой охотник. Я создал сразу две маленькие пластины и не пожалел маной на скорость полета. Один снаряд встрял в череп, а второй вовсе пролетел мимо. Левое плечо болело и кровоточило, и поэтому трудно было использовать навык. Тварь бросилась вперед, рассекая воздух, там, где я стоял мгновение назад. Я удивился собственной реакции. Но и тварь была довольно шустрой, несмотря на раненую конечность. Полсекунды ей хватило, чтобы оттолкнуться и прыгнуть на меня повторно. Я снова отскочил, но под ногами запутался опрокинутый табурет, из-за которого и грохнулся на пол. Рука оказалась рядом с арбалетом, и я, не выхватывая его из набедренного крепления, выстрелил. Лишь немного скорректировал курс поднятием ноги. Болт попал в грудь, встряв где-то между ребрами. Тварь пронзительно запищала, отчего едва перепонки в ушах не полопались. Затем на меня рухнула когтистая лапа. Меня спас щит, созданный в последнее мгновение. Длинный даже выбил его из моих рук, придавив меня моим же щитом. Через секунду он исчез, а по груди резанули острые длинные когти. Морда твари приблизилась ко мне, а я был прижат к полу. Но тут в голову твари прилетел немалый камень, а затем еще один. Длинный снова запищал и бросился на нового противника, Васю. Тот встретил его ударом руки весом в несколько десятков килограмм. Монстр пошатнулся, тряхнул головой, а затем силой полоснул Васю по каменной броне. Полетели искры и осколки. Я сосредоточился на создании пластины, одновременно поднимаясь на ноги. Маны осталось мало. Чувствуется какое-то внутреннее истощение. Даже для хорошего броска не хватит. Но я немного скитрил и в момент броска шагнул вперед. Это дало немного больше начальной скорости, чем я в нее вложил внутренними силами. Пластина, вращаясь, пробила грудь монстру, и тот снова попытался запищать, но не издал ни звука, лишь пошатываясь, пятился назад. Я тем временем перезаряжал арбалет, а Вася оторвал от своей руки камень и бросил в тварь. Та стала бегло оглядываться в поисках выхода, но не успела даже шагнуть к окну, как в грудь прилетел еще один болт. Несколько секунд туша монстра подрагивала на полу, а потом и вовсе замерла. «Сука, ну и живучая тварь!» С облегчением сказал Вася, присаживаясь на сломанный во время боя диван. «Да, наверное, второго ранга, или как там у них силы определяются?» «Ну, куясье! А че они тут забыли? Они же вроде попозже сюда должны были прийти. Алиса говорила, через пару дней. А я че, спец по поведенческим отклонениям у мутировавших особей?» «Че?» Не понял Вася. «Говорю, не знаю. Раз не знаешь, тут че говоришь тогда?» «Вась, ты мне сейчас мозг вынесешь!» Я с облегчением уселся на тот же диван. Хорошо, что Вася не стал выделываться и принялся за разделку туши. Мне сейчас не хотелось ковыряться во внутренностях твари еще и сорванным плечом и грудью. «Ух, нифига!» Воскликнул вдруг Вася. Я аж подскочил и подошел к нему. Тот держал в руках пять фиолетовых, три синих и один зеленый камень. «Тю, блин, я думал, ты там осколок нашел. Огорчился я. Ну, зеленые камушки — редкость. Алиса бы обрадовалась. У нас этих камушков уже хоть жопой жуй!» «Ну, не зеленых же!» Не унимался Вася. «Слушай, а ты идти хоть сможешь? Если тут такие твари завелись, то лучше поскорее сваливать отсюда!» «Да норм, все. Пара царапин», — ответил я, хотя болело довольно сильно. «Я съел пару эпсилок. Нужно почитать наш хабар. Я все забрал себе, но позже распределю на всю команду. Возможно, и новеньким выдам по осколку, если проявят лояльность и будут полезны нам. «Итак, у меня сейчас имеется 70 камней эпсилон, 14 дельт и 1 гамма. Из осколков 4 эпсилон, 10 дельт и 10 гамм. Ну и остался один хум, который тот ювелир отбраковал. Думаю, неплохой хабар, но прежде чем отправляться в лагерь шакалов и закреплять с ними дружеские отношения, нужно достать еще немного хумов. Вася, заканчивай уже с бегунами и погнали, у нас куча дел». Я встал, попробовал двигаться, больно, но терпимо. «Блин, темнеет уже», — сказал я, выглянув окно. «Зато осколки будут хорошо видно». «Ну, не знаю, ночью-то довольно опасно на улице». «Сань, сам же говорил, куча дел у нас, или ты не можешь идти?» «Да могу, но стыд ли оно того? Может, лучше переждать? Прошлый раз на меня Длинный тоже ночью напал». «Так сейчас не ночью, он все равно напал». «Короче, Сань, не накручивай себя». Вася промыл добытые камни, проглотил один из них и направился к выходу. «Да куда ты побежал? Меня хоть подожди!» «Вот же упертый баран!» «Фонарики мы использовать не стали. Ночью без лишнего внимания опасно ходить, а если нас еще издали, будет видно». «А что если?» «Мне пришла в голову безумная идея. С одной стороны, это довольно опасно, но если все получится, мы сами заманим темных в наши лапы». «Посреди двора мы собрали костер из обломков мебели и дров, заготовленных для растопки печи. Палили это все бензином, заодно сделали по два коктейля молотова. Против монстров, насколько я помню, они не особо эффективны, а вот рейдеры вряд ли такие же живучие. Весь двор тоже обильно залили бензином, благо его было в достатке в этом и соседнем дворе. Зажгли костер и укрылись в соседнем дворе, немного поодаль друг от друга. По моей задумке, темные должны были прийти в поисках тупых и мунных, которые решили зажечь костер среди ночи. Но тут мы атакуем их огнем и магией засады. Был риск, что попадутся прохаванные рейдеры, которые не поведутся на опустевший двор, поэтому вокруг костра мы усадили мертвых шустриков. Сидели они не то чтобы хорошо, кто развалился в стуле, кто упал лицом на стол. Для полноты картины возле них наставили пустых бутылок из-под водки и пива. Еще я опасался, что наш противник почувствует наше присутствие каким-то хитрым навыком, хотя не факт, что ему это поможет. Ждали мы долго, костер почти полностью догорел, а меня уже начинал оклонить сон, как противник показал себя. Две девушки довольно откровенно одеты, особенно для апокалипсиса, но с оружием у каждой в руках был пистолет. «Да это чертовы трупаки!» сказала одна из них. Очень симпатичная брюнетка с сочными формами, которые она выставляла на показ. «Эх, а я надеялась выживших встретить», ответила ей вторая. Немного страшненькая, рыжая, с кучерявыми волосами и плоской грудью, но со своей изюминкой. «Да, ни одного мужика нормального за полгода уже не встретили. А так хочется хорошенько потрахаться», сказала сексапильная брюнетка. «Что-то не похоже они на темных, а разговоры и вовсе с толку сбивают, похоже на какую-то провокацию». Псенька глухо зарычала, глядя нам за спину, а я почувствовал на себе чужой взгляд. «Арбалет положил!» Спокойно приказал властный голос позади. «Ствол на землю!» Со стороны Васи сказал второй голос. Я сделал, как и было приказано. Глупо корчить из себя, Рэмбо, когда ты на прицеле, да еще и не видишь своих противников. Но едва я попытался обернуться, голос приказал еще более требовательно. «Не рыпайся! Смотри вперед, руки держи на виду! Хоть малейшую вспышку увижу, останешься без башки!» Я понял. Начал я, но меня грубо прервали. «Хлебальник завалил, нах, сука! Отвечай на вопросы!» «Как мне отвечать закрытым хлебальником?» Задал я справедливый вопрос. Собеседник юмора не оценил и стукнул меня прикладом или еще чем-то твердым по спине. Псенька едва не набросилась на обидчика, но я вовремя остановил ее. «Псенька нет!» «Пасть захлопни, я сказал!» «Вас двое!» Я уже запутался, молчать мне или отвечать, но этот раз решил выполнить его первый приказ. Не помогло. «Отвечай, тварь!» Рявкнул мастер допросов и снова больно ударил по спине. «Да я запутался уже!» «Двое, да!» «Нас дожидаетесь или на потеряшек охотитесь?» «Ни то, ни другое!» «Ответил я!» «А что тогда?» «У костра решили погреться с компанией трупаков!» «Да еще и бензином все залить!» «Мы вас полчаса назад нашли!» «Понаблюдали!» «И чет, я не пойму, кто вы такие!» «Вроде и не потеряшки, но для хантеров слишком зеленые!» «Говорю же, не то!» «Ай, да хватит!» Мне снова прилетело по спине. «Отвечай, кто такие?» «Да мы темных выслеживаем!» «Че за бред?» «Вы самоубийцы, что ли?» «Или за кретинов нас держите?» Мне хотелось ответить «да», но я пожалел свою спину и сдержался. «Ким, он говорит правду!» Послышался второй голос, более молодой и робкий. «Охренеть! Впервые таких дебилов вижу! А ну развернись! Хочу тебе в рожу посмотреть!» Я медленно развернулся и увидел перед собой пятерых мужиков. Двое из них держали на прицеле Васю, двое других меня. И один стоял совсем без оружия, и судя по возрасту, это тот парень, что подтвердил правдивость моих слов. «Да ты еще моложе дето!» Сказал рыжий бородатый мужик лет сорока. «Так нах вам темные сдались-то!» «Чтоб на них точите!» «Кого-то из ваших умыкнули!» «Вроде того!» «Я его сестру украли мертвые шакалы!» Сказал я и указал рукой на Васю. «Если у них есть человек, который чувствует правду, то лучше им не врать, тем более они не темные, а нам скрывать нечего». Рыжий посмотрел на молодого паренька, тот лишь коротко кивнул, испуская из головы зеленое свечение, едва уловимое. «Шакалы, говоришь?» «Слыхал я про них, самые прохаванные из темных. Если все тупо ездят по пазлам и собирают одиночек, пуская их на фарш, то эти все по уму делают. Возможно, замена этого пазла и их работа». «А вы кто такие?» Спросил я и уже приготовился к очередному тычку, но его не последовало. Немного подумав, Рыжий пояснил. «Мы тоже хантеры, только светлые. Слыхал про таких?» «Ага, типа на монстров охотитесь». «Монстров мы уничтожаем, как тараканов, а вот охотимся мы на сильных тварей, которые не так часто встречаются», с гордостью ответил Рыжий. «Тем временем к нам подошли те две девушки, которые служили отвлекающим вниманием факторам, и со своей задачей они справились отлично. Только сейчас их было уже трое, и все одеты в более подходящее снаряжение, армейский камуфляж скрывал все женские прелести. Все проверили, больше никого нет». Отчиталась девушка, которую я не видел до этого. Низенькая, симпатичная шатенка с очень приятным голосом, но что-то в нем чувствуется, какие-то командные нотки. «Да, мы уже поговорили, это, похоже, основатели новой группировки, охотники на темных». «Да ладно, ничего нового тут нет, темные много кому насолили, и мстителей хватает», заметила шатенка. «Это не мстители, не похоже, что действуют на горячую голову, не подумав. Хотя опыта еще маловато, да и людей для такого дела. Тина, ди, обыщите их». Девушка подошла ко мне сзади и принялась ощупывать с пристрастием, сжимала каждую мышцу, обшаривала каждый карман и даже в трусы не постеснялась залезть. Девушка достала три мешочка, что у меня были, ну вот и можно прощаться со своим сокровищем. Рыжий по очереди осматривал содержимое каждого из них, а когда добрался до мешочка с одним единственным камнем, вдруг изменился в лице и снова схватился за оружие. Его товарищи повторили реакцию командира, и мы в одну секунду снова стали врагами. «Откуда у вас хум? Что за херня? Дед, ты же сказал, что он не врет!» Негромко, но агрессивно сказал Рыжий. «Так он и не врал?» «Говори, где ты взял хум?» спросил Рыжий. «Ким, только да или нет, помнишь?» обратился к командиру паренек без оружия. «Мля, ты сам вырезал хум из людей!» сменил он свой вопрос. «Да, паренек просверлил меня взглядом пару секунд, отсвечивая зеленым. «Правда, осталось на два вопроса», сказал парень. «Зачем вы это сделали? Вы знали, что это такое?» торопливо спрашивал Рыжий. «Я притворился темным хантером, чтобы закорешиться шакалами и узнать информацию. Да, я знал, что это такое». «Ну, ты отбитый вообще! Хотя, это даже хорошо. Что за навыки у вас?» Вопрос задан так, что экстрасенс правду не узнает, можно попытаться соврать, хотя, какой в этом смысл? «Я могу метать штуки, типа сюрикенов у врага, а Вася руки делает каменными». «И все? Эпсилоноба, что ли?» Изумился Рыжий. «Вася, да, а я вроде уже дельтой должен был стать, но че-то не проявился еще навык». «Офигеть! И как вы такие зеленые темного завалили!» «Вообще-то даже ни одного!» Ляпнул я, не подумав. Нужно было видеть выражение лица брутального мужика, повидавшего всякое. «Но вы реально уникумы!» «Слушай, мы тут полотряда потеряли уже!» «Если поможете нам, мы вас выведем из поселка!» Вдруг предложил Рыжий. «Да вы серьезнее нас выглядите раз в десять! Чем мы вам можем помочь?» Удивился я. «Да хоть медляков валить будете, пока мы серьезными тварями разбираемся!» «Спасибо, конечно, но мы и сами можем уйти из поселка!» ответил я. Тут половина ребят заулыбалась, остальные откровенно поржали. «Хе-хе! Темных ты, может, и валил, но сейчас ситуация похуже!» «Метеор прямо на поселок упал, а их обычно окружают страшные создания!» «Так что тут уже начинается веселье, но мы идем к метеору!» «Вы с нами или остаетесь подыхать?» Закон четвертый «Чем дальше влез, тем злее волки» «Выбор у нас выходит простой! Попытаться вырваться самостоятельно, без транспорта и без отряда или же отправиться в эпицентр событий, но с довольно сильным с виду отрядом, а потом все вместе выбраться!» «Если поселок окружили такие твари, как это, то самим нам ни за что не справиться!» «А с нашим запасом осколков, которые нам вернули все до единого, мы будем для тварей как магнит!» «Я думаю, стоит помочь друг другу!» «Я хоть и мало знаком со светлыми, но не слышал о них ничего плохого!» «Разве что Рыжий сказал, что они пол отряда потеряли!» «Не очень хорошая реклама!» «Слушай, как там тебя зовут?» «Спросил Рыжий!» «Кодекс!» «А я Ким!» «Так вот кодекс! В этом мире чем больше людей, тем безопаснее!» «Тот стрельнет!» «Тот навык какой использует!» «Центр идете!» «Что с того метеора можно получить?» «Самого метеора ничего!» «К нему даже подойти близко не выйдет!» «Не с нашими рангами!» «Чем выше ранг, тем лучше человек переносит...» «А ауру что ли этих метеоров!» «Без последствия разве что альфы смогут выдержать!» «Да и то вряд ли!» «Тем более я еще не встречал но им вообще все нипочем!» «Да и одичалые могут приближаться!» «Но им-то нечего терять!» «Все мозги поплавились!» «А у вас какие ранги?» «Да разные!» «Самая молодая из Настина!» «Она всего второй доступ!» «Зато как выглядит!» «Загляденье!» «Думаю, твари не будут особо рассматривать кого из вас жрать!» «Но для этого есть остальная доступ бета!» «Правда, только первый ранг и навык первого уровня, да и тот не особо полезный!» Рыжий немного приуныл, рассказывая о себе и своем отряде. «Да, убеждение не лучше его талант!» «Но зато у нас имеется покров!» «Добавил он с гордостью!» «Это еще что?» «Умение, которое прячет нас от чужих глаз!» «Даже пес твой нас не заметил!» «Правда, твари с острым нюхом могут след найти или ветер в их сторону может нас выдать!» «Но все равно очень крутое умение!» «Тут не поспоришь!» «Ладно, мы с вами!» «Самостоятельно нам отсюда похоже не выбраться!» «Да и самому интересно посмотреть, что там за метеор!» «Хорошо, нам сейчас каждый человек важен!» «Эта тварь полотряда положила, но ей хорошо досталось!» «Главное, что мои щупальца отфигачили!» «Только бы новые не успела отрастить до следующей встречи!» «Люди Кима немного расслабились!» «Это вы о ком сейчас?» «Но, Крис!» «Тварь четвертого ранга!» «Жуткий монстр размером с камаз и при этом быстрый и ловкий как кошка, а сильный как сотня быков!» «Но самое опасное его щупальца!» «Они растут из позвоночника, да и сами немного напоминают эту кость, только могут легко и быстро изгибаться в любую сторону, а на концах этих щупалец находятся острые и ядовитые жало! Вот от этого яда и померло четверо наших! Еще троим он откусил головы, а двоих порвал когтями!» «Когда Нокрис лишился щупалец, мы его зажали в здании кинотеатра, но ублюдок проломил стену и сбежал, пока мы сели в транспорт, пока нашли дорогу, короче след его к осколку ведет, так что мы едем туда», пояснил Рыжий. «Чет мне перехотелось с вами ехать», задумчиво сказал я. «Да ты не очкуй, без щупалец он в два раза слабее». «То есть как 50 быков? Ну это меняет дело». «Хе, думаешь тут безопаснее? Вокруг нас узашныряет локс, сколько их здесь?» Парень, стоявший возле Васи, приложил пальцы к виску и засветился синим, затем закрыл глаза и через пару секунд сказал «Пятерка гамма и пара десятков тварей поменьше». «Ну вот, пара длинных и пара берсов в этом месте есть наверняка, но они чуют, что у меня бета доступ, вот и не нападают, я для них слишком опасная добыча, правда, если их соберется побольше». «Тогда давайте сваливать отсюда, пока не собрались», сказал я. «Верно, все в транспорт, новенькие со мной поедут», распорядился Ким и все направились в сторону соседского двора. Затем прошли следующий двор, потом еще в один, и лишь после четвертого двора вышли на дорогу, где стояли две бронированных машины. Одна, судя по всему, хорошо протюненный внедорожник с решетками на окнах, усиленным бампером и дверьми и пулеметом на крыше. Все как положено. Вторая выглядела еще солиднее, БТР или же БМП, не сильно разбираюсь в военной технике, но точно не танк, хотя тоже с броней и неплохим вооружением. Ким усадил нас в более крупную бронированную машину, сам уселся рядом и уставился в какой-то монитор. За рулем и рядом сидели еще двое парней, которых я не видел раньше. Выходит, у Кима девять человек сейчас, не считая нас. Может, еще и во втором автомобиле был кто-то. Машина завелась практически без шума. Удивляюсь, как местный транспорт тихо работает, тем более такие мощные движки. Хотя тут может быть все, что угодно. Не стоит удивляться. Ехали мы минут двадцать, часто сворачивая или останавливаясь. Иногда люди Кима выходили, чтобы расчистить путь. Еще чаще отстреливались от твари оружием с глушителем, в основном винтовками. Нас на время оставили в покое и даже не доставали вопросами. Вася достал пачку каких-то сухариков и точил ее напополам с псинькой. Я же в это время размышляла о метеорах. Интересно все-таки откуда они взялись и что это за магия такая. Не становится больше, прижмитесь к нам, сообщил по рации Ким. Снайперы уже не справлялись и пришлось подключать пулеметы, но прослужили они недолго. Плюны, уезжай, раздался крик пулеметчика. Затем стрельба прекратилась и послышалось шипение, а пулеметчик закричал от боли. В кабину завалилось его тело, дергаясь в конвульсиях, его лицо разъедала кислота. Точнее, уже разъело и остался лишь череп. Мы быстро поехали прочь, но вскоре врезались во что-то большое и тяжелое, или же оно врезалось в нас. «Берсерк!» заорал водитель. «На выход! Быстро!» скомандовал Ким. Все начали один за другим выбегать из машины и вступать в бой с тварями. Я поступил так же и вскоре мы все оказались на улице. Вокруг был двор из нескольких трехэтажных многоквартирных домов, а вокруг было полным-полно тварей. Большинство из них простые медляки, немного меньше было бегунков и еще меньше особых тварей, всего несколько плевунов, пара берсерков и пара длинных. Люди Кима неплохо вели себя в бою. Несколько человек стреляло из автоматов, но большинство пользовались навыками. Один замораживал тварям отдельные части тела на небольшой дистанции, затем разбивал их чем-то вроде молота, только с длинной рукоятью, еще двое работали в паре. Первый замедлял бегунов каким-то туманом, второй тут же подбегал к неповоротливому противнику и сжигал его касанием руки. к врагу вплотную и держаться за него несколько секунд, но в паре с этим туманщиком все работало очень неплохо. Одна из девушек стреляла из автомата, вторая как-то дезориентировала некоторых противников, после чего убивала их тесоком с клювообразным лезвием. Она четко била бегунов и медляков в уязвимые места и убивала одним ударом. Ким же взял на себя одного из берсерков, он немного трансформировал свое тело, отрастив когти, мышцы, да и в целом увеличился немного в размере. Дрались они практически на равных, берсерк был немного быстрее, сильнее, да и руки-клинки доставляли рыжему немало проблем. Но тот умудрялся побеждать в этой схватке за счет другого навыка, кем умел оставлять после себя что-то вроде своей копии или проекции. И монстр часто путал ее с настоящим противником. Рыжий в эти моменты понемногу срезал броню твари небольшим, но довольно острым и прочным топориком. Жаль, любоваться боем новых соратников мне было некогда, на меня налетел второй берсерк, от атаки которого я прикрылся щитом. Но инерция была настолько сильной, что столкновение отбросило меня на метр, и я повалился на землю. Перекат в сторону, создаю три небольших снаряда и бросаю в тварь, повторно набросившуюся на меня. Снова перекат, поднимаюсь на ноги, щит принял на себя еще один удар, но уже не такой мощный. Тварь ударила, стоя на месте, а не с разбегу. Я отступил на пару шагов, создавая очередную пластину, большую, острую, еще и закрутил ее перед броском. Снаряд прорезал часть брони в торсе, но берсерк не думал умирать. Я сделал перекат в сторону, но тварь резанула на опережение и разодрала мне спину. Щитом прикрылся от удара сверху, перекат, снова щит, дела плохи. Я не успеваю ни подняться, ни атаковать, а бесконечно прикрываться у меня вряд ли выйдет. Из ситуации меня выручила псинка, разделавшаяся своим противником в одиночку, до этого она лишь помогала убивать тварей, но сейчас сама загрызла медляка, затем сразу бросилась на спину берсу и вцепилась в шею. Тварь закрутилась, пытаясь сбросить собаку, я тем временем поднялся и создал две пластины среднего размера. Псинка, назад! скомандовал я. Как только собака отпустила берсерка, я запустил в него пластины, они срезали костяные шипы, выполнявшие роль брони, но не убили тварь. Та сразу свернулась клубочком для дистанционной атаки. Осторожно! предупредил я ближайших бойцов. Но парень с молотом и мужик делающий туман, вместо того, чтобы прятаться, наоборот, прыгнули к берсерку и применили свои навыки. Туман замедлил рост шипов, а второй в это время замораживал спину монстра. Спустя несколько секунд мутант наполовину покрылся льдом. Мужик с размаху рубанул по нему заостренной стороной молота. Монстр не рассыпался на осколки, как более слабые противники, но броня была пробита полностью. Через несколько секунд эффект заморозки и тумана пропали, словно их и не было, но тварь уже была едва жива. «Ну, добивай, че встал?» крикнул мне парень с молотом и побежал к следующему противнику. Приближаться к Берсу я побаивался, но энергию хотелось экономить. По внутренним ощущениям ее осталось немного, поэтому я выстрелил в уязвимое место из арбалета, затем перезарядил и выстрелил еще раз, хотя этого уже и не требовалось, тварь лежала неподвижно. Но расслабляться было рано, со всех сторон наступало множество ходячих и бегающих зомбаков. Люди Кима с ними справлялись, но маны и патроны не бесконечные, хотя насчет первого спорный вопрос. Многие прямо в бою выпивали флакончики с энергетиками, как я понимаю. Я же проглотил пару камушков, эффект от них примерно такой же, только в разы медленней, зато нет побочных эффектов, а напротив, очень даже хороший безвременный эффект. «Леший, прикрой Беттер туманом!» крикнул Ким, разделавшись со своим берсерком. Девушки успели за это и уменьшить вдвое количество ходячих и бегунов. Парень после команды подбежал к бронетранспортеру, как я уже понял, и стал создавать вокруг него туман. Люди без команды стали забегать в транспорт и уселись по местам, я проследовал за всеми. Последним вбежал Леший, закончив создавать крупное облако тумана, укрывшее всю машину. «Турак, давай покров!» ровным голосом приказал Ким. Бородатый мужик в накидке, похожий на мою, стал на одно колено, прикрыл глаза и развел руки в стороны, из них вырвалось фиолетовое свечение. Твари снаружи притихли, внутри машины тоже все замолчали, я насчитал 12 человек вместе с нами и плюс собака. Было тесновато, но терпимо, лучше уж так, чем оказаться одному снаружи. Получается, в этом бою никто не умер, уже неплохо, учитывая, какой хаос там творился. «Ты как?» спросил я шепотом Васю. Все злобно зыркнули на меня, Аким и еще пара ребят показали жестом, что сейчас даже малейшего шума нельзя издавать. При этом все перезаряжались, глотали камни, энергетики, некоторые приняли по таблетке, которые Алиска называла наркото из мозгов иммунных, хотя могу ошибаться. Минут пять бородатый мужик с кличкой Турок держал покров невидимости над нашей машиной, с каждой минуты ему становилось все хуже. Стало ясно, зачем он встал на одно колено, если б стоял на ногах, наверняка упал бы, а ближе к концу он и вовсе сменил положение на позу лотоса, или иначе по-турецки, может отсюда и кликуха? «На выход!» скомандовал Ким. Команда с новыми силами бросилась в бой против забывших о нашем существовании тварей. Леший оградил подход с одной стороны туманом, в котором орудовали градусы и запал, один замораживал тварей, а второй сжигал. Девушки сейчас работали оружием ближнего боя, причем одна из них двигалась неуловимо быстро, похоже на действие навыка. Ким снова немного изменил свое длиннее, мышцы на руках больше, но все остальное оставалось нормальным. Я же работал в экономном режиме, тратить весь запас энергии не хотелось, тем более сейчас и без меня бы легко справились, тут остались лишь бегуны и ходуны. А дальше началось самое мерзкое занятие, разделка туш. К моему удивлению, в этом принимали участие все, кроме девушек, те следили за периметром с крыши БТРа. Минут за 10 делали около сотни, а может и больше тел, всю добычу складывали в одну кучу не считая. Похоже, кресятничество тут не приветствуется, хотя, как знать, может и не все и не все бросили в общак. Правда, это легко можно проверить в ходе короткого диалога с дознавателем, распознающим вранье. Двигаем дальше, скомандовал Ким после погрузки камней. Мы сели в обе машины и поехали по трупам дальше к центру пазла. Через несколько минут мне поплохело, голова закружилась, желудки замутила, стало вдруг жарковато. Пот начал стекать со лба, я даже свою накидку снял, но это не помогло. Судя по виду Васи, он испытывает то же самое. Ти не поплохела, похоже, мы близко, прием. Послышался голос из рации. Понял, новеньких тоже контузит слегка, прием, ответил Ким. Ничего себе слегка, да я сейчас блевану тут и отключусь. Тормозим или как, прием. Не, проедем еще немного, конец связи, ответил Ким. Мне становилось все хуже, силы покинули тело, мне даже сидеть было тяжело, но мы наконец-то куда-то свернули, легче мне после этого не стало, но хотя бы и хуже не становилось. Похоже, мы ехали по определенному радиусу от метеора, не приближая и не отдаляясь от него. От влияния метеора у меня начались галлюцинации, мне казалось, что он меня зовет, хочет что-то сказать, поделиться силой, но в то же время его аура меня угнетала. Я дам тебе немыслимую силу, пронеслось у меня в голове. Я попытался встряхнуть голову, чтобы прийти в себя, но от этого стало только хуже. Ты станешь самым могущественным. Да что ж это такое? Поехали обратно, это невыносимо, пробурчал я. Держи, солдат, немного осталось, ответил Ким. Возвращайся, когда станешь сильнее, ты еще не готов. прозвучала очередная мысль в голове. Затем стало немного легче, но все равно немного потряхивало и поташнивало. Снаружи, позади нас, послышалась стрельба, затем с крыши нашего беттера тоже прозвучали автоматные очереди. Пулемет, к сожалению, разъела кислотой плевуна. Что там у вас, роб, ди, ответьте! Заорал в рацию Ким. Позади прозвучал мощный удар по железу отозвавшейся боли в моих висках. Тачку роба расплющили! Заорал стрелок на крыше. Походу всем хана! Это он? С волнением спросил Ким. Таким я его вижу впервые. Да, Нокрис, и похоже он отрастил пару щупалец, ответил стрелок. Вот ты где красавчик, ну здравствуй, пробубнил себе под нос Ким. Выходим, мы нашли его! Все быстро покинули БТР, но не успели даже разбежаться, как на нас обрушился град ударов из когтей, клыков и щупалец. В этот момент у меня и открылся второй навык. Интерлюдия первая, лагерь тролля. Легион взяли девять хумов гамма и три хума бета доступа. Зачитывал цоколь список продаж. «Колько они в прошлом месяце взяли?» спросил тролль. «Всего пять беток». «Значит понравился товар», с ухмылкой сказал тролль. «Сказали, что в следующем возьмут больше бет, у них война со жнецами в полном разгаре, а от гамм многие стали одичалами». «Они же в курсе, что мы можем с них достать хорошие хумы, если откормить их немного», уточнил тролль. «Они пока не готовы на это, крот даже говорить не стал». «Ничего, скоро созреют». «Господин, к вам ювелир, говорит, что по важному вопросу», сообщил громила, охранявший вход. «Так пусти его», рявкнул тролль. Зволнованный парень подошел к креслу, в котором развалился лидер отряда. «Господин, тот хум, на который я повесил метку, засветился», сообщил ювелир. «Это который?» «Ну, помните того чудика, что продал нам хум из-за бесценок, кодекс кажется». «А, тут потеряшка, что строит из себя темного? И где же он? Уже к нам добрался? Нет, господин, он к метеору отправился, причем приблизительно довольно близко». «Что? А ты уверен, что это не какая-то тварь сожрала отмеченный хум?» «Уверен, я чую его энергию». «Хорошо, держи меня в курсе, если еще произойдет что-то интересное». Закон пятый Загнанный зверь вдвойне опасен Я толком не понял, как это произошло, но я быстро оказался в другом месте, когда на меня летела щупальца с ядовитым наконечником. Вот я стою на месте, вижу опасность, и вот я уже в другом месте. Правда, недалеко, буквально пара шагов, но я так быстро перенесся, что голова закружилась снова и появилась тошнота. Щупальца разбила асфальт под собой и толпа бойцов, которые сейчас напоминали стадо овец, разделились на две группы, уклоняясь от атаки. Ким начал преображать свое тело, конечности немного удлинились, отросли острые когти, на спине появились наросты, похожие на костяные плавники. Лицо тоже потеряло человечность, лидер отряда превратился в опасную тварь и бросился на Нокриса. Отряд, а точнее то, что от него осталось, был сбит с толку, на данный момент у них осталось семь человек из двадцати изначальных, а монстр не выглядел особо ослабленным. Но постепенно бойцы включались в работу и начинали действовать, леший создал вокруг нас туман, который почти не действовал на столь сильную тварь, но все же немного замедлял пары ребят стреляли из автомата, хоть и толку от таких атак было маловато, пули даже не пробивали шкуру огромного монстра, зато ее пробивали когти Кима, тот скакал вокруг твари как росомаха и наносил множественные порезы, Нокрис отбивался от него щупальцами и лапами, иногда успешно нанося такие удары, от которых у меня бы сломали все ребра и перемешались в однородную массу вместе с внутренними органами. Но лидер отряда выдерживал эти удары, хоть после каждого из них его движения становились заторможенными на некоторое время. Я же пытался перебороть тошноту и помочь отряду справиться с тварью, приближаться на мою рабочую дистанцию 2-3 метра было опасно. Да что там приближаться, находиться в поле зрения этого монстра уже огромный риск для жизни. Когда монстр был полностью сосредоточен на Киме, я немного приблизился к ним и запустил пластину. Основную энергию я вложил не в размер или форму снаряда, а именно в полет, при этом еще шагнул вперед. Результат меня порадовал, пластина пролетела метров пять и разрезала щупальца твари ближе к основанию. Монстр взревел и отвлекся от непрерывно атакующего Кима. Большая морда уставилась на меня, а в раскрытой пасте показался ряд зубов размером с мою руку. Возле пасти щеки твари переходили тоже в какое-то подобие щупалец, только были более короткими. Эти обрубки зашевелились, а через пару секунд мне прилетела ответочка за дерзкую атаку. Тварь плюнула в меня чем-то вроде кислоты или токсина, а у меня снова сработал новый навык. Когда мне нужно было за мгновение сменить положение в пространстве, я это сделал, оказавшись парень метров от того места, куда прилетел плевок. Отвлекшись на меня, тварь пропустила мощную атаку Кима. Он уменьшил одну руку, но вторая стала еще мощнее, и ей уже рубанул туда же, где я повредил щупальца. Тварь взревела, отчего в соседних домах разбились некоторые окна. Одного щупальца она лишена, но осталось еще одно. Им-то Кима отбросила на десяток метров, а тварь прыгнула за ним. Ему на помощь рванул парень с молотом и запал. Турок тоже пришел в себя и атаковал Нокриса с расстояния длинным хлыстом, сотканным из воздуха. Молот особого вреда гиганту не нанес, а вот ответочка едва не убила градуса. Запал был немного успешней. Ему удалось нанести серьезный ожог по ноге монстра, затем еще один ожог, на который тварь отреагировала гораздо быстрее, но запал снова успел исчезнуть. Я проглотил два камушка эпсилы на один дельта. Надеюсь, передоза от этого не будет, но энергия мне сейчас нужна как можно скорее. Хотя на крайний случай остался флакончик с энергетиком. Вася все это время пытался попасть твари по глазам из автомата убитого бойца. Результат не радовал ни меня, ни Васю. Я больше боялся за здоровье бойцов, по которым он может попасть. Леший умудрился подкрасться к твари максимально близко и оплести его ноги туманом. Движения гиганта стали не то чтобы медленными, просто немного плавнее. Но главное, что Ким ухватило времени прийти в себя. Без него тут делать нечего. Оборотень или морф не только оклемался после убийственной атаки, а еще и принял энергетик и, похоже, наркотик, о котором говорила Алиса. Его зрачки стали белыми, а по лицу обильно лился пот, мышцы еще больше раздулись, проступили вены. Ким заревел нечеловеческим голосом и набросился на ног Риса. Выжившие участники команды разбежались от опасного врага и не менее опасного их командира. «Сраный железняка! От топора больше толку, чем от этих автоматов!» бурчал Вася, отбрасывая оружие. «Ты просто стрелять не умеешь, да и тварь эта слишком серьезная, по ней противотанковым калибром нужно бить!» «Ну, твои пластины вроде пробивают!» «Осторожно!» крикнул я и снова рефлекторно рванул в сторону. Только на этот раз я не себя спасал, а Васю от летящего в него помятого автомобиля. «Принайся, ты супермен!» изумился Вася. «Я тоже так хочу!» «Вась, не сейчас!» «Это странно звучит, когда ты лежишь на мне!» заметил он. Я быстро поднялся, подал ему руку, а после побежал к монстру, точнее сказать, к двум монстрам, Ким уже мало чем напоминал человека. Оба противника двигались удивительно быстро, и каждый удар был бы смертельным для меня. Ким уже прилично потрепал последнее щупальце, а его команда пыталась атаковать издалека, хотя и не успевали за монстром. Громадина прыгала по всему двору, смела трансформаторную панстанцию, несколько машин и разнесла одну из стен трехэтажки. Приблизившись на дистанцию броска, я создал большую пластину и постарался сильнее ее запустить. Не вышло. Пролетев три метра, материя растворилась в воздухе. Я отскочил от летящих меня осколков стекла, по которому Нокрис угодил щупальцам, затем создал новую пластину в этот раз поменьше. В бросок вложил как можно больше энергии и он получился довольно удачным. До щупа я не достал бы, так что целился в раненую ногу. Тварь взревела, а я уже убегал от ее плевка. Но плевком она в этот раз не ограничилась, отшвырнув наглого Кима и впечатав его в здание, Нокрис помчался за мной. Вася швырнул в него немалый камень, когда тварь пробегала мимо него, но это ему никак не навредило. Сомневаюсь даже, что ему падающая пятиэтажка навредит. Я забежал в подъезд на ходу, создавая большую пластину и закрутил ее вокруг своей оси. Диск разрезал дверь квартиры в районе замка. В этот момент гигант врезался в кирпичную стену подъезда, выбив несколько рядов кладки. Вбежав в квартиру на первом этаже, я сразу рванул к окну на противоположной стороне. Надеждами, что Нокриса удержит несколько рядов кирпича, я себя не тешил. Но на окнах были металлические решетки, на которые мне не хотелось тратить энергию. Может, Ким уже догнал тварь и снова связал боем? Рухнувшая стена подъезда развеяла и эту надежду. Пришлось резать решетки. А затем мощным ударом ноги выбил армирование вместе с кладкой откоса. Заметил, что стал значительно сильнее, чем когда только попал сюда. Да и не только сильнее, рефлексы, скорость, да и болевой порог тоже улучшились. Нужно будет как-нибудь проверить, сколько я могу пробежать или подтянуться на турнике, но сейчас точно не до этих проверок. Тварь по запаху или другим способом определила, куда я спрятался и стала ломиться в квартиру, заодно круша лестничные марши и площадки. Я сиганул в окно, опасаясь оказаться под разрушенным зданием. Жаль, что не пятиэтажка, а так бы проверил свою теорию. Пока монстр возился с железобетонными и кирпичными конструкциями здания, я приготовился его встречать, но монстр в квартире первого этажа так и не появился. Обижал здание и понял, в чем причина такого замешательства. Ким все же догнал своего противника и тот снова позабыл про меня. Атакуя оборотня, Нокрис едва не раздавил запала, тот попытался еще раз прижечь его лапу, на которую монстр немного прихрамывал. Парня спас градус, отвлекая тварь на себя, вот только его спасти было некому. Тварь угодила ядовитым наконечником парню в грудь. Тот упал на землю, скрутился в жутких спазмах, покраснел, замычал, а потом затих. Нахер мы с ним связались, нас уже пятеро из двадцати осталось! Начал паниковать неизвестный мне парень, он бросил свое оружие, а точнее снаряжение, которым пытался связать монстру ноги и побежал прочь. Даже не знаю, на что он рассчитывает, если в поселке и вокруг него полно тварей, то как он выберется без транспорта? Хотя если у него есть навык скрытности, то шансы есть. Нам повезло, что эта тварь отпугивает других тварей, будь тут пара берсов, длинных и плевунов, нас бы уже здесь всех положили. Воспользовавшись моментом, когда Ким ранил Нокриса в последнее щупальце, я запустил в него небольшую пластину. Дистанция вышла приличная, больше пяти метров, жаль, что более крупные снаряды на такую дистанцию не бросить. Угодил я по тому же щупальцу, тварь опрометчиво подставила его, развернувшись ко мне спиной. Дикий рев, продирающий до костей, выжившие бойцы невольно попятились назад, но тварь отлично знала, кто ее обидел. Я рванул в тот же полуразрушенный дом, но монстр за мной не погнался, Ким умудрился отрубить ему последнее щупальце, сделав намного слабее. По крайней мере он так говорил, но тварь ему не простила этого. Пока Ким был на спине монстра, тот прыгнул на здание, развернувшись во время полета и впечатал обидчика в кирпичную кладку. Затем развернулась и схватила его ноги в свою пасть. Леший запал, турок и еще один парень одновременно атаковали тварь, но та не обращала на них внимания. Я тоже подключился к атаке. В этот момент тварь развернулась, держа во рту Кима и по собачьи стала трепать его из стороны в сторону. Возле меня упала половина тела оборотня и он при этом был еще жив. Окровавленные нечеловеческие руки схватили меня за штанину, а дрожащая голова заглянула в мои глаза. Бегите! Прошептал лидер отряда, не отпуская при этом мои штаны. Монстр хвостом сбил с ног окруживших его противников и взглядом нашел меня. Или Кима, сейчас трудно было сказать наверняка, но я четко усвоил, что я его вторая любимая жертва. хвостом нечеловеческая 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 мангелетен дима с память Продолжение следует...